МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. Сегодня, как обычно, несколько тем поговорим о том, что интересного, смешного или грустного окружало нас в мире, в Украине, в Одессе. Смешного, как вы сами понимаете, мало. В основном события грустные. Пандемия коронавируса стала серьезнейшей проблемой для всего человечества. И надо помнить, что сто лет назад человечество уже потряс подобный грипп. Он тогда назывался Испанка, потому что пришел из Испании. И вот эта Испанка в течение двух лет забрала жизни 40 миллионов людей по одной версии или 100 миллионов людей по другой версии. Причем забирала Испанка людей не старых. Погибали сильные, здоровые в основном и молодые люди. Нынешний вирус имеет похожее, хотя и гораздо более слабое влияние на организм человека, так как сильный иммунитет не гарантирует защиту от него. Если схематично, то происходит следующее. Вирус проникает в клетку и уже там развивается. Иммунная система реагирует мгновенно. И начинает бороться с вирусом. Способ борьбы и уничтожения вирусов один. Это температура и воспаление. Именно они должны убить вирус. Но в данной ситуации происходит обратный эффект. Организм бросает на борьбу с неведомым и мощным вирусом почти весь ресурс борьбы с ним. Включаются чрезмерные возможности иммунитета. Но именно такое действие иммунной системы человека, образно говоря, сжигает эту человеческую жизнь. Говорю об этом потому, чтобы вы понимали, что именно поставлено на карту и не нарушали карантин. Тем более, что распространение болезни не остановлено и действенных лекарств, к сожалению, нет. Все страны борются по-разному. Соединенные Штаты Америки, например, неожиданно для всех прекращают финансирование всемирной организации охраны здоровья. Такой, знаете ли, шаг серьезный. В России, например, на Урале семья, чтобы спастись от вируса, ушла жить в лес. А в Дании открываются на днях школы и детские сады. Нигерия, там за нарушение карантина просто-напросто убили 18 человек, чтобы не нарушали. А шведская принцесса София, а она четвертая по очередности на престол, прошла ускоренные медицинские курсы, пришла работать в больницу, помогать врачам и медсестрам лечить больных коронавирусом. Япония. Власти этой страны решили раздать всем жителям Японии по 100 тысяч иен. Это примерно 1 тысяча долларов. Естественно, в связи с коронавирусом. Болгария. Там тоже в связи с эпидемией ухудшилась ситуация с экономикой. В связи с чем предприниматели обратились к правительству с требованием оказать им финансовую помощь. Обращение было рассмотрено и ответ бизнесменам озвучил премьер-министр Болгарии Борисов. Он сказал следующее. Вы сначала продайте свои Бентли, а потом просите помощи у государства. Конец цитаты. Мне кажется, ответ достойный премьер-министр. Бесспорно, настанет момент, когда вирус ослабнет, мутирует и все вернется на круги своя. И тогда мы с улыбкой будем вспоминать уже ставший старым к тому времени анекдот. А анекдот такой. Муж по телефону звонит жене. Кисуля, говорит он ей, я в магазине, что брать? Жена, ты в маске? Да. Бери кассу. Украина. Прежде всего, о скорбной дате. 16 апреля пять лет тому назад был убит писатель, историк и публицист Олесь Бузина. Преступники были установлены органами Министерства внутренних дел и результаты следствия убедительно доказали их стопроцентную причастность к совершенному убийству. Смотря на это, трусливые свинопасы в судейских мантиях отпустили убийц на свободу, так как испугались беспрецедентного давления на суд пубратимов этих негодяев и ублюдков. Ну и, конечно, их кураторов из службы бывших употреблений, сокращенно СБУ. Был момент, когда забрежала некая надежда на новую генеральную прокурорку, как ее называют, Венедиктову Ирину Валентиновну. Но, когда я услышал ее интервью, где она сообщила, что надо защищать активистов и что она уважает убийцу Стерненко, мне стало понятно, что из себя представляет и эта прокурорка. А потом убийца Стерненко, которого Венедиктова лизнула в определенную часть тела, написал на нее заявление, чтобы проверяли ее декларацию на предмет обмана государства. Мне нравится такое развитие событий. Так тебе Венедиктова и надо. Ну и дурош ты, как я погляжу. Я помню, когда ее назначали, сильно возбудились пассивные активисты и активные патриоты в Верховной Раде, потому что она обмолвилась о пересмотре законов об амнистии участникам Майдана и АТО. О тех, кто совершил уголовное преступление, убийства, пытки, изнасилования, мародерства, поджоги и тому подобное. Хочу ознакомить вас с одним документом. Он был захвачен в штабе ополченцев так называемых Донецкой Народной Республики в 2014 году. Туда как раз заехал экипаж. Люди, которые в теме знают, что означает слово экипаж, это специальная группа Альфа и вот этот документ попал им в руки во время осмотра, обыска. Хочу вам его зачитать. Выдержки. Протокол судебного заседания военно-полевого трибунала ополчения Донецкой Народной Республики 17 июня 2014 года присутствовали председатель военно-полевого трибунала, члены трибунала два человека, обвинитель, защитник и секретарь. Обвиняемый Печко Алексей Борисович 1983 года. Уроженец города Славянска, улица такая-то, дом такой-то. Гражданин Украины, образование среднее, не работает, был ранее судим. И вот обвинитель говорит, что собранными по делу доказательствами полностью доказана вина подсудимого в мародерстве. в чем суть? 14 июня, то есть три дня назад до этого суда, примерно 18-15, Печко с целью ограбления проник помещение дома по улице Садовой, Славянской, принадлежащей суда, разбил стекло, окна на втором этаже, из дома похищенные штаны и две футболки. Подсудимый вину признал, полностью написал явку с повинной, есть свидетель, который видел, как он там лазил в окно. Защитник выступает и говорит, что преступление совершенно незначительное, нельзя подобное действие квалифицировать как мародерство, так как мародерство это похищение вещей солдат и тому подобное и так далее. Председатель дает распоряжение ввести подсудимого, вводят подсудимого, я хотел ехать в Москву на заработки, преступление совершил один, в общем, короче, больше не буду. Председатель вывести подсудимого. Ну и он выясняет мнение председателя у членов суда, у двух членов суда. Один говорит, ну, учитывая, что ущерб преступления не причинен, надо отправить его на передовую этого преступника. Второй говорит, да, отправить на передовую рыть окопы. Председатель, выслушав своих помощников, объявляет, принимая во внимание нахождение в зоне военных действий на основании указа Президия Верховного Совета СССР о военном положении от 22 июня 1941 применить к этому преступнику исключительную меру наказания расстрел. Ну и вот решение судебного заседания военно-полевого трибунала ополчения ДНР признать виновным на основании указа к высшей мере Печко Алексея Борисовича приказ из результат расследования объявить личному составу гарнизона и оповестить жителей города Славянска. Подписи. Следующий документ. Приказ штаб ополчения ДНР в городе Славянске. Настоящим объявляю, что постановлением военно-полевого трибунала ополчения ДНР от 17.06 это в этот же день приказ за мародерство на основании указа Президиума Верховного Совета СССР о военном положении от 22 июня 1941 года приговорить к исключительной мере наказания смертной казни через расстрел жителя Славянска Печко Алексея Борисовича. И дальше фраза приговор приведен в исполнение. И далее предупреждаю всех бойцов и командиров ополчения ДНР ДНР А также жителей города Славянска и Славянского района о том, что любое тяжкое преступление совершенное в зоне военных действий и далее будет караться решительно и беспощадно. Командование ополчения ДНР не допустит разгула преступности на территории города Славянска и Славянского района. Наказания за преступление будут неотвратимы независимо от статуса и заслуг преступника. Командующий ополчения ДНР полковник И. И. Стрелков. Подпись, печать 17 июня 2014 года. Высказываю личное мнение. Никакой амнистии ублюдкам из числа участников Майдана и АТО совершившим преступление быть не должно и не может. Бандит должен сидеть в тюрьме невзирая ни на какие прошлые заслуги. В СССР за совершение уголовных преступлений лишили звания и посадили в тюрьму и приговорили даже к смертной казни кое-кого. Даже 55 героев Советского Союза. А тут вот это отребья посадить не могут. Вернее не хотят. Надеюсь пока. Очередной скандал. Есть такой глава государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов. Человек с лицом досрочно выпущенного из психоневрологического диспансера за удачную попытку с первого раза дотронуться пальцем до носа. У меня такое ощущение. Но как говорит народная мудрость и поговорка дурной дурной а мух не жрет вот тут он себе по согласованию с Минфином конечно же начислил премию в 600% от должностного оклада. Я вспоминаю слова Паниковского А Козлевичу за что? Таможенная служба пока подвигов не совершила. Провал за провалом. Тут премии за выдающиеся показатели в работе. Я все я думаю кого и где они набирают вот этих вот я имею ввиду руководство страны. Я недавно даже послушал Шмигаля или Шмигаля премьер-министр он на каком-то политическом ток-шоу что-то рассказывал о своих планах. Я уже давно говорю что они свои мечты выдают за планы. Я его послушал и подумал пора Гончарука возвращать потому что это тоже будет ноль как они их всех набирают этих нефеодовых и всех остальных. Сейчас ДБР взялось за Татьяну Черновол ее обоснованно подозревают в совершении поджога и по сути убийства потому что там сгорел и погиб человек. причинно-следственная связь просматривается с поджогом который совершила она. Она идет на допрос ФДБР ее сопровождает Шобла патриотическая сейчас суд ее снова сопровождает причем красивые вдохотворенные лица Петрович Порубей Чайгос Сеня Яйценюк не убежден что ее осудят потому как побратимые патриоты просто сходят с ума как можно ее участника Майдана за что-то судить за какое-то там убийство тонуть. Итак наш некогда европейский город город-герой Одесса а нынче село городского типа с таким же названием пожарные требуют закрыть художественный музей потому что там в любое время может возникнуть пожар сплошные нарушения пожарной техники безопасности и это совершенно правильно и чем быстрее они его закроют тем будет лучше потому что там директор Ройтбурд он друг убийцы Стерненко и бывшего губернатора а ныне министра здравоохранения Степанова по прозвищу Степашка и пожарные должны немедленно закрыть этот музей потому что если не дай бог вспыхнет пожар потом трудно будет определить сгорели подлинники которые до этого украли и вывезли в разные стороны или копии а вообще кроме мероприятий по противопожарной безопасности надо как-то осмотреть что там происходит с живописью надо какая-то комиссия чтобы приехала не из Киева потому что туда тоже все уходит это международная комиссия посмотрели где подлинники где уже висят копии это очень серьезно и это имеет под собой некие основания и последнее меня спросил один из зрителей вот вы показали в одной из передач а передача была о криминализации города городской власти рассказали о том как это все происходило а откуда вы знаете спросил этот зритель вы что проводили журналистское расследование вопрошал он его зовут Сергей Николаевич так он представился а может быть это все неправо потому что вы говорили о таких вещах сказал он о которых вы не могли знать я что хочу сказать Сергею Николаевичу вы очевидно не все обо мне знаете и чтобы расширить горизонт вашего представления о том кто я я хочу предложить вашему вниманию фрагменты интервью посмотрите я с Александром Эдуардовичем был знаком далекого 1977 года я понимал что это высокий профессионал опер и в моем понимании по тем временам я просто воспринимал как образец настоящей оперы не знаю почему так по судьбе сложилось что он ушел смириться но я думаю что в то время конечно мы потеряли серьезный профессионал память по тем временам он остался именно таким как образец настоящего опера к которому я по сути стремился стать за 20 лет работы в розыске так случилось что я познал многих сыщиков кто-то из них не оставил никакого следа а вот Александр Эдуардович мой первый доставник это был сыщик с большой буквы Тейман Александр Эдуардович начальник розыска он был один из сильных оперативников был уголовно розыска розыска жовтневого где был хороший а среди хороших Саша был удивительный оперативник у него источники информации были такие которых и я не имел и многие не имели я должен сказать что преступление по желтному району как правило раскрывалось Штейманом оставил о себе очень хорошее мнение потому что раскрывал преступление и извините за такое выражение пахал днем и ночью столкнувшись с Александром Эдуардовичем жизнь мне преподнесла не просто сюрприз а я бы сказал в своей жизни я получил выигрыш получив такого наставника такого учителя человека который для меня был образцом недосягаемости это многогранный человек человек который своим профессионализмом доказывал необычность работы он ломал просто своей работой стереотипы и устои системы МВД найдя такого в лице Александра Эдуардовича наставника человека с большой буквы профессионала величайшего профессионала я считаю что нам очень крепко повезло если говорить о своем жизненном пути о своей карьере то я говорил и буду говорить что 80% это заслуга Александра Эдуардовича потому что и Григорию Владимировичу Епуру и мне как человеку этот человек дал путевку в жизнь на сегодняшний день очень часто слышишь когда Министерство внутренних дел заявляет что не хватает профессионалов где их взять извините меня было бы желание найти профессионалов я может быть и не намекаю а прямо говорю такие как Александр Эдуардович могли бы за поезд любого руководителя любого уровня пусть они не обижаются эти руководители на сегодняшний день и в Одесском регионе в том числе Сергей Николаевич я надеюсь вы получили ответ на мучивший вас вопрос откуда и что я знаю про свой город я не знаю я не знаю я не знаю Продолжение следует...